Девочка-пай 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 Это город, это как знание, это устойчивая вещь, мы решили сделать дома, так как они тоже являются устойчивыми, и у нас такая аналогия проводится. Давай я, можно я? Нет, нет, тут физикал-кьюмаж, ну я же прочитала. Да можно, кстати, это полетелиарно сделать, ну ладно. Мы не скрыли смысл, я вам сейчас все расскажу, да? Этот огромный класс показывает то, что мы поняли всю суть происходящего, и мы видим наше будущее, так как мы проходили курс профориентации. При исполнении один из десяти, потому что мы стали выше в сети. Также, у нас повысилась команда, потому что мы начали общаться больше с людьми, у нас вообще в принципе поросли доходы, а это значит, что если у нас растут доходы, значит растут несколько. Да, работа в команде наша повышает вообще социализацию и вообще, в принципе, работа в команде это лучшее, что я встречала в такой же жизни. А дальше, креативность, креативность мы, мы нашли наконец-то от слова смарт, это уже прогресс. Смарт, смарт. Это настолько прогресс, я считаю, наши красивости курсов на уровне 100, чтобы мы о чем знали. Переходим ко второму семестру, мы узнали группы ВВП. ВВП это очень-то главная вещь, конечно, в нашей эволюции, в нашей жизни, потому что, да, у нас потерпят деньги и деньги. Вот все написали, вы не знаете. Дальше, мы уже говорим про ROI, ROI, return of investment. Yes, yes, I know it, I know it, I know it, I know it. В общем-то, мы попытались изобразить свои знания через современный призм человека в татуировках. Сейчас все-все, что движется в татуировках, и всяких там... Поэтому, собственно, до этого только идут. Да, гений, миллионер, филантроп, и просто плохой. Да, ну, собственно, у нас есть куча интеллекта, получается. Вот где-то в Кошинке должны быть ВВП и рыночные отношения, потому что не знаю никаких отношений, кроме рыночных. Получается, вот там многие разные... И тут на теле, собственно, тело это самое святое, сведены разные факты, типа... Первый взрыв, там, типа, пенотип. Первый взрыв. Начнем с того, что у меня есть. А что у меня есть? Мы очень много учили человеческого интеллекта, но теперь у меня сердце. Часики... О, сердце... О, сердце... О, сердце... О, я прокачал много. Понимаете, основная концепция о том, что после этого года мини-боссия мы не просто много узнали, мы проследились. Мы расследились на логика. Да. Наше солнышко — это ВВП. Это разрушение, на то все понятно. Да, то есть... Вот наша группа шагающая, понимаете, по шкале успеха. Вот. А почему они вниз идут? Не важно. Смотри. Потому что, понимаешь, здесь ядро. Здесь ядро зиму не может посвеления. Это и лекарь. Лекарь — это самое большое дерево. А вот это сингулянт. Да, сингулянт. А также все наши виды интеллекта. Радуга — это пропаганда. Победа сразу. Победа сразу. Победа сразу. Победа сразу. Школа Донова. Вот. Школа Донова — это пропаганда. Также мы прошли первую группу «Кровища». Мы изучили агашевское искусство. Тут вот римские комнаты, интонации, построение речи и величие арабы. Вот. Кто снимут? А мы не будем. Изучили. Улучшили навыки создания новых. Мы как бы так проекты создаем уже, как Маша сказала, не смарт-шуз. Вот. Это уже как бы хорошо. Стабильность у меня будет в лет 30. Вот так вот. А старость? 111 лет. 111. И в чем твой будет икигай? Как ты думаешь? В чем будет мой икигай? Да. Хороший вопрос. Вы знаете, на самом деле, старость — это очень необъективное понятие. Такое широко? Да, довольно-таки обширное. Некоторые люди считают, что 50 лет — это потолок, там уже обелиски, все, можно идти. Некоторые вот в 111 хотят умирать. Но я считаю, старость наступает тогда, когда у тебя появляются правнуки или праправнуки, или свой особняк на Таиланде, на Мальдивах, не знаю. Прекрасно. И в чем твой икигай? Икигай — это жизненная цель, понимание бытия и осознание себя как человека. Вот когда я полностью пойму смысл своего существования, пребывание на этой земле, планете, пойму, что жизнь — это течение, которое не нужно преодолевать, а нужно течь по нему прямо, вот тогда. А при смертной не будем. Ну, короче, моя цель — призвание, в принципе, в жизни. Так, чтобы перед версией сказать, вот это, конечно, круто было. Вот так вот, чтобы понять, да, вот это было именно то, для чего я пришла в этот мир. Похоже, моя старость наступит, наверное, когда мне будет 180 лет, наверное. Наверное. А потому что мы какая-то путешествия, и мы не могли на одном месте и все время путешествовать. Потому что старостью у меня еще долго не будет, потому что я буду каждый раз делать все новые шаги и, кажется, я буду говорить «не, мне 60, мне 50, значит, мне не будет никогда 180». Ападементу человеку. Кигай — это вещь, которая заслуживает просто уважения. Вот, вот посмотрите внимание на это, да, весь просто сознание расширяется, и твое сознание уже в космосе, да, и потом тело идёт. Вот эта команда, я понимаю, аплодисменты. Итак, мой возраст старости? Ну, старость — это не возраст, это, скорее всего, вайфстайл. То есть, получается, это понятие обширное. Ну, например, если у меня будет во дворе Mercedes и какой-нибудь этот, потому что, ну, BMW — это те, кто спешит, Mercedes — кто преуспел. Если у меня будет большой камин, если у меня будет уже за 80, я думаю, что это можно назвать старостью. Просто она бывает разная — активная, пассивная. Может, я там, не знаю, прыгаю с вортом или ещё что-то чем-то. Старость, возможно, наступит тогда, когда человек полностью осознает свой кигай. Поэтому, возможно, это прозрелость. Я всегда личностью может распадать биологическим, и в 127 тоже так будет, поэтому я никогда не постарею. — И кигай твой? — И кигай. Ой, спросите меня через лет 20, и я вам распишу его полностью. Пока что, на данный момент, мой кигай — это когда я могу зарабатывать миллионы. Моя работа не будет мне надоедать. Моя работа не будет мне надоедать. В принципе, я не буду её считать работой. Я буду путешествовать в семье по всему миру и ничем себе не отказывать. Аплодисменты Викуля. Музыка Фото снимаешь? Да. Фото снимаешь? Да. Фото снимаешь. Я не понимаю, тут события. Всё шикарно. Сначала работы казанского филяла — это вообще круто. Фото снимаешь? ollenфот oplanе на 159 Норма är плот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Так почему важнее, потому что ты его используешь и важнее украинческого интеллекта, потому что если у тебя не будет эта информация храниться, то ты ее не сможешь использовать. Хорошо, да, эта информация уже у тебя хранится, и IQ не так важен, потому что, да, иногда ты идешь с другим интеллектом, как у него IQ. IQ очень важен, но вот IQ, он уже важнее. Это для Вина, чтобы не нервничать. Чтобы не думали все серьезно. Потому что если ты не умеешь нервировать идеи, то в принципе тебе ничего не... Русский интеллект это коучинг, это все, оно помогает учить людей. Еще есть такая пословица, ты учуясь там, где я преподавал. Это очень важно. Кто такой предприниматель? Давайте подробно. Предприниматель это человек, который и создает, что душа, душа многогранна. Душевный интеллект это не просто интеллект. Это целое сознание у тебя на разный душевный интеллект. Ты полноценный человек. Тебе дизмом ничего не нужно. Ты уже все осознанно. Этот интеллект тебе помогает преисполниться и вычислиться. Все, я тут. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!